Я дырку сделала. Ника вишенки кушает. Всем привет. Мы вышли на улицу погулять сегодня. Гуляем сегодня. Андрюша, самокат не забирай. Короче, встали в 8 утра и вышли гулять очень рано. Добрый день. Для того, чтобы у нас наладился график. Потому что Никуля вчера до полдвенадцатого не могла опять уснуть. И значит мы гуляйки с самого утра поджарили сырничков, позавтракали и во дворе до обеда. Нарвали на дереве вишен. Да, Никуля? Таким образом мы налаживаем график наш. Ведерки, лопатки. Ждем, когда кто-то еще проснется и выйдет. Да? Мы устанем, может даже в обед поспим. Книжечку почитаем. Ага, вечером. На, вечером. Смотри, тут на дереве столько вишни, никто ее не рвет. Я, наверное, себе на компот налуплю вишни. Да, Николь? Да. Ну что, вкусная вишня? Давай побольше. Побольше? Ну да, всю в рот. Нам Андрей сказал пить. Пить? Вишенку прям пить? Да, и облизывая. Ага. Си сядь. Си сядь. Да, си сядь. Да сейчас нарвем. Давай съешь эту. Это у нас развлекухи дворовые. Как мы в детстве, помните? И вишни рвали, и зеленые яблоки рвали, и все что угодно. Все, я тебе поймала. И мечом играем. Спасибо. Черфей. Спасибо. Ну как? Вишенка, садись. Да ешь вишню тут с косточкой во рту бегаешь. Андрюхе не нравится эта затея гулять с самого утра. У него нападают комары, он злится. Они кормы. И птички. И птички. А кто? Комары, короче. Ника, ты пожевала вишенку? Да. А что ты? Она первую вишню ела, мы с Андрюшей чуть не уписались, как она тут дрожала. А теперь все. Я не дрожала. Ты пожевала прям? Точно? Не кислое? Нечислое. Да? Да. Вот. Иди, Андрюш. Только сед. Угу. Мы хотим вишен на компот нарвать. Не, ну не ведро, но мисочку какую-то, тазичек. Вкусно? Вкусняшка, да? Агидайте. Выкидывай, конечно, косточку. Вырастет еще одно дерево, вишенка. Я только агидать. Ну кидай. Ну не может кинуть косточку на пол. Кидай. Сюда? Да. Кто едет, я лучшая. Лучшая, конечно. Лучшая. Листик. Лучшая, лучшая. Лучшая, лучшая. Листик. Четыре, пять. Восемь, девять. Ой, блин. Еще один. О, никто не рвет. А мы нарвем. Нам больше достанется. Да, мы не рвемся. У нас будет компот. Что ты хочешь еще из вишни? Можно пирог сделать. Мне достаточно компота. Прикинь, если бы у нас был... Но я хочу пирог. Слушай, у меня... Поближе, иди ко мне. А я посмотрю. Я помню, как я оторвала вишенки у бабушки в селе. Нам давали задания детям. Ну, и в Дениско, где дети доставали, мы рвали вишни. А я смотреть буду сюда. Вообще, завиду тем людям, кто живет в своем доме. Вышел рано утром, нарвал малинки, клубнички. Вишенок, да, Андрюш? Угу. Сделал варенички, сделал варенье, сделал джем. Что захотел ты сделать? Это куколки не только, а коня джем. Извините, кто живет в своем доме. Это куколки лод только, а только, а коня джем. Ой, смотри, тройная. Видел, Андрюха? Тройная вишенка. Покажи мне, как всем тройная вишенка. Класс. Сейчас вашу маму как-то бьют за то, что она рвет общую вишню. Будете маму защищать? Конечно же, да. Дима, наверное, больше в компьютере посидит. Ну, Дима работала. А защитит тебя. Ну, кто? Вы? Мой защитник. А я ваш. Представляю, как Ника будет тебя защищать. Ника будет отбиваться. Мам, давай я буду срывать. Я меньше и проворнее. Ты можешь залезть прямо? Да. Ника, зачем ты меня ударила? Сандрюха залезет. Потому что вот там, вот видите, сколько там вишен. Да, только ты мне будешь помогать снизить таком. Что-то так бахает, я прям... Волноваюсь. Так бахает. Все, я поняла еще, Амичка. Да. Я очень просто умею. О! А ну-ка, залезь выше, еще выше залезь. А как слезать потом? Ты слезешь. Я тебя сниму. Так, аккуратно на ту ветку и не становись, она какая-то тонкая. Хорошо. Все. У меня не спускается. Не, рви то, что под правой рукой у тебя. Под правой? Да. И сверху над тобой. И еще. То, что сверху и под правой рукой. Хорошо. Война, а я попала. Хорошо. А я сюда поймаю. Пожалуйста, я еще умею. А вы, батерфлай. Батерфлай. А ты молодец. Все, время зря во дворе никто из нас не теряет. А я сейчас вот эту ветку оборву. Сброс. Только ты так сильно не бросай, то сразу джем получится. А, ну так давай я буду сильно бросать джем. Хочешь джем? Ты хочешь джем? Ох, мы с вами работники. Работнички, да? Да. Мама, мама. Всем привет. Мы выходим на кофе. Я сейчас выпустила видео. И читаю ваши комментарии. Значит, Юля сказала про людей, которые долго делают ремонт. Что, значит, они долго делают. А ты не подумала о том, что у людей нет денег? Или ты не подумала о том, что там они сами делают ремонт? А когда я поехала на море и сняла квартиру, а не отель на берегу моря, никто не подумал о том, что у Юли, может, нет денег. И все Юли писали, что это у Юли не отдых. Видите, как ситуация играет с двух сторон. Поэтому все мы разные, девочки, да? Кто-то не думает о том, что может на 7 лет делать ремонт, а кто-то не думает о том, что кто-то не может позволить, допустим, себе на берегу моря снять жилье на 2 недели, прошу заметить. Вот. И да, мы делали ремонт тоже сами, клеили обои, валили стены, и все делали сами, но мы подкопили денег и сделали. Что такое? Я в двух кепках пошел. Как такое получилось? А так. Ладно, мы идем на кофеечек. Папа сказал мусор выкинуть. А, точно, надо выкинуть мусор. Ну ладно, сейчас я выкину. Говорила, просто мы подкопили денег и тогда сделали ремонт. Ну и сами валили стены, и сами клеили обои, и кирпичики сами ложили. И просто вызвали мастера, который крошку нам сделает. И в это время же работали и зарабатывали денег, чтобы сделать то, что мы хотим. Поэтому ничего нет невозможного, не надо мне рассказывать об этом. Мое видение такое. Если ремонт начинаешь, у тебя должны быть на это деньги. Неважно на какой ремонт. На поклейку просто обои, или на венецианскую штукатурку. Но у тебя должны быть деньги на то, чтобы ты поклеил уже. Если ты клеишь обои, то все обои, а не на ту полоску. Вот. Это мое убеждение. Наша стоит мебель, мы купили. Не продавать. Не продавать. Потому что ждали нас, пока мы приедем в море. Это тумбочка, и там еще стоит одна коробка-фасад. Это мы будем делать остров на кухне. Можем начать долбить сегодня, а закончить через 3 года. Дима, меня ждет внизу. Сейчас будем пить кофе. Я, короче, как пришибленный, до сих пор хожу. У меня в состоянии, вот где не сяду, там спею. Я не знаю, с чем это связано. Может, солнце обострило какое-то у меня заболевание, что ли. Ну, короче, плохо себя вот ощущаю. Такая, знаете, как вареная сосиска. Не знаю. Ну, пью кофе. Да? На, смотрите, какие маски я классные купила. Ну, у нас маски по полгода уже носим, уже стыдно. А эти вообще такие фиолетовенькие. А на видео они, смотри, голубые. А так они фиолетовенькие. Ну, какой надо стороной? Цветной, ты говорил? Или белой носить к себе? А что ж ты не спросила? Бляха-муха. Я думаю, если резинки в середине, то вот так. Цветной наружу, да? Там, когда ты больной, то типа белой наружу, по-моему. А когда ты здоровый, то цветной наружу. А зачем так делать? Чтобы опознавать меня, что я иду больна, да? Да, чтобы тебя сразу захотачивать. Спасибо. Да. Дима, балкон показывает, сделали. А делают у нас прозрачные вот эти балконы. Вышел в трусах муж курить. И сразу видно, что в трусах. Блин, а только камеру выключила. Дима говорит, жена без трусов вышла. И сразу видно, что без трусов. Дима, с тобой нельзя вообще камеру выключать. Смотри, какой все зеленый красивый. Ой. Я тебя умоляю. Знаешь, какая фишка? Сейчас я тебе расскажу. Я сейчас, знаешь, что говорю? Я сказала вчера в видео, что мужик у нас, сосед, делает 7 лет ремонт. И мне там сразу написали там несколько комментариев. Паша, ты не подумала о том, что есть люди, которые не могут сразу ремонт сделать? Я говорю, а какого фига? Мне все писали, что я на море и не живу сразу на берегу моря и ноги в воду не спускаю. Что это не отдых. А они, говорю, а вы, говорю, не подумали о том, что это мне, допустим, недоступно? Видишь, как все относительно в жизни? Вот я не понимаю, как начинать ремонт и нет денег сразу весь пол сделать. Надо 7 лет его делать. А кто-то не понимает, как можно идти к морю там 10 минут. Видишь? Это доказывает, что все люди разные и нефиг советовать. А у нас страна советов. Все хотят друг другу воткнуть совет. Куда-нибудь, но воткнуть. Кофеечек. Пошли. Я теперь в этой маске и буду идти, потому что мне как снять, нету рук. Две бабушки. Смотрю на них, они идут, друг друга проводят. Мы идем. Сейчас они нас обогнали, потому что мы за кофем заходили. Она ушла, она припарковалась. Тут булечки. Господи, Дима, это же придет время, когда мы с тобой так вдвоем будем ходить. Будешь мне ногу поднимать на бровку. Скажешь, Юлька, ё-моё, вы же ногу поднимай, дура ты. А он уже там все атрофируется, и я так... И не могу, прикинь. Но. Вот все ж таки придет время. По-любому. А вот еще магазин спорттовал. Да, есть. Да, да. Но он закрыт уже, потому что уже около восьми. Ты выбрала? Я пирог пекла с мясом. Еще и видео снимала. Мне там пишут, детей отдают в садик, те, кто работают. Я работаю. Я снимаю видео, монтирую по два видео в день. И снимаю еще на кулинарный канал. Это моя работа. Ну вот, давай сюда. Этот. Аврору, в Аврору. Нам батарейки нужны. Нам надо не солевые. А есть алкалайновые? Вот такие толстые. Бочечки. Вот типа 18 подаются тоже. Купили мы малинку у бабули. Как раз. Пол-литровая банка 25 гривен. Мы взяли две банки. Одну съедим, одну заморозим. Или с сахаром, или пирог какой-то можно, да, приготовить? О, у нас там такое небо красивое. Класс. О, какая малина, видите. Она не крупная. Ну, местами есть крупная, местами мелкая. Она такая, детям с сахаром поесть вообще то, что надо. Ну, давай. Дим, у нас колонку чинит. А тут до контакта добраться надо. Всю крышку надо снимать. Надо вот эту тумбочку все снимать. Классно. И вот такой пирог я сегодня сделала. С мясом. С куриным мясом, с укропом. И с сыром. Очень классный пирог с моцареллой. Вот. Из покупного слоеного теста. Обычного, без дрожжевого. Очень классный. Прям бомба. Вкусный-привкусный. И мало времени на это все затрачивается. Смотрите. Это за один присест. Половина, даже больше. Съели. Все бы вынимал, блин, листомбочек. Проверить для начала. О, боже мой. Все, капец. Уруинаторство в этом, в действии. Давай вместе с соседу начнем ремонт. Евро. Давай постукай. Он и так сегодня какой-то такой расстроенный вышел оттуда. Недельку, вторую. О, смотри, какая там паутина. О, мама. Там кинг-конг может жить. Недельку, вторую надо постукать. На недельку, до второго, я уеду, Комарова. На-на-на, на пучине, где не ходят корабли. Или как-то она так, труба вниз, как там. Чиним чудом? Низа, чем я. Ну. Чиним чудом? Чиним, дольца, чиним. Чиним, чиним. Писки еще. Ты что, тарелку малины уже съела? Ударение поставил. Да, Андрей не хотел. Ударение правильно, Ника. Еще литру малины съели. Сразу. Еще дать малины? Ты моя малиновая. Малиновое вино. Да. На-на-на-на-на-на-на-на. Давай, я пою, ты танцуешь. Малиновое вино. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты моя талантища, мой артистичный ребенок. Поешь, она себе раз и танцует. Умничка. Все тут уже в малине, в сахаре, все нормально. Жужжит стиралка. Я все перестирала. Почти все. Сейчас сниму еще одну стирку на балконе. И можно будет приступать к утюгу. Пока сейчас не очень жарко, можно утюжить. Не знаю, буду ли я все, конечно, утюжить. Чужжит, я прям сомневаюсь. Но облазью, видите, местами. Вот это вот фокус, который сам включается, он мне бесит. Тебе не кажется, что ты дом разваливаешь? Я сейчас буду снимать эту тумбочку. Ах, а всю тумбочку? Ну вот эту на весну. Слушай, ну знаю тебя, ты сейчас снимешь быстро, а вешать будешь неделю. Ну, возможно, две. А когда будем делать эту барную стойку? Переделывать? Ты ищи столешню, чтобы ее заказать. А, кстати, сейчас расскажу про женщину со столешницей. Женщина со столешницей? Насчитала нам почти 7 тысяч за вот такую крышку из кварцы, да? Камня искусственного. Вон какой-то акриловый, по-моему. Я не знаю, как его делают. Это прыщик. В общем, а вообще тут метр двадцать. Метр двадцать пять у нас эта крышка. С лестницы. А вообще у них три, три, сто, три, пятьсот метр. Но поскольку у нас нестандартная ширина, то они нам насчитали дополнительно. И расцветок у них там нифига нормальных нету. Все такое, знаете, как вот обычные столешницы не из камня, а вот обычные, ну вот эти, с картона, короче. Вот. Поэтому я буду искать еще людей. Может там какие-то расцветки. Я, знаешь, я зашла в инстаграм Ксюши Бородиной, а у нее вся стена вот так красиво сделана, как я тебе показывала, вот та столешница такая в разводы. И у нее, значит, столешница из камня. И вот так вот сразу рабочая поверхность, где плитка вот эта вот сделана. Так красиво, блин. И я поняла, что я все-таки женщина со вкусом. Я без Бородиной понимала, что мне не надо. Именно такая столешница. Я тебе помогать буду, папа. Папа разобрал кухню, Ника, смотри. Ты посмотри, тумбочки нет. Переживаешь, что сломал, да? Да. Ты думаешь, папа чинит или ломает? Ломает. Я тоже так думаю. Я тоже думаю. Надо так? Ну. Делаешь. Капец. Это он прокручивается, но с пластмасса прокручивается. Ну. Кстати, а может она не зажигается, потому что вот этот не регулируется на самом деле напор у нас? Потому что прокручиваться начала вот эта штука. А ну-ка. Ну. А ну-ка. Давай. И поверни там напор, порегулируй. Ну, порегулируй напор. Так вот, самый минимум. Ну, а мне больше сделай. Не, не работает. Не работает.